Данный прибор для обзора предоставлен бесплатно. Сам прибор находится в чехле. Также в упаковке у нас имеется инструкция, которая полностью на английском языке. Другого языка здесь нет. В самой инструкции расписаны требования по безопасности, описание прибора и также пределы измерений и их погрешность. Сам прибор питается от элемента питания 3А. Его вам необходимо будет докупить самостоятельно, так как в комплекте его нет. Также для установки батарейки вам необходима будет отвертка. Сам прибор довольно простой. Он автоматически определяет, что вы хотите измерить в данном конкретном случае. То есть он автоматически понимает, что вы хотите измерить либо напряжение, либо сопротивление. Это очень удобно, особенно для неопытных, но даже и для опытных. Данная функция также полезна, потому что иногда в спешке забываешь переключить измерительный прибор на тот или другой режим измерения. Прибор имеет три клавиши. Включение, выключение. Клавиша Hold. Это запоминание значений на дисплее. Замораживание значений на дисплее. И клавиша включения фонарика. Данный прибор имеет функцию автоматического отключения. Также имеет индикатор низкого уровня заряда элемента питания. При включении мы видим вот такую вот индикацию. Это значит, что у нас прибор находится в режиме автоматического выбора параметров измерений. Фонарик. Давайте измерим напряжение батарейки. Как видим, практически 1,53 вольта. Также прибор издает звуковой сигнал, когда сопротивление измеряемой цепи меньше 50 Ом. Давайте на примере датчика положения коленчатого вала протестируем прибор. Сам датчик очень хорошо подходит для данной проверки, так как на нем можно проверить и напряжение, и сопротивление. Именно на разъеме датчика, который у нас идет от блока управления двигателем. Какие должны быть напряжения, сопротивления, и как вообще подключается датчик положения коленчатого вала, я уже снимал видео, ссылка на него будет в описании. Подключаем один щуп прибора к массе. Включаем прибор. Вот, как мы видим, примерно 1,7 вольта. И на следующем контакте напряжение должно быть аналогичным. Вот, как видим, аналогичное напряжение, примерно 1,7 вольта. Одним нажатием мы включаем подсветку дисплея. А если мы клавишу удержим, то у нас включится фонарик. Далее переподключаемся к третьему контакту. Это у нас будет проверка массы на разъеме, то есть сопротивление массы. И прибор должен автоматически у нас перейти в режим измерения сопротивления. Вот, как видим. Прибор перешел в режим измерения сопротивления. Это у нас видно в углу дисплея. Сопротивление примерно около 4 Ом. И поэтому у нас издается звуковой сигнал. Вот такой вот простой прибор, которым можно быстро измерить напряжение, либо сопротивление в автоматическом режиме.